В трудовом коллективе Малышевой созрел конфликт на почве заработной платы. Сотрудники недовольны размером оплаты за работу, и теперь они выступили открыто с требованием поднять оплату. Сотрудник Малышевой рассказал, «После того, как Навальный показал, сколько у этой ведущей недвижимости в Америке, мне стала эта личность просто омерзительна. Нам это ничтожество говорило, что денег нет, вы не окупаете зарплату. Платила мало, а сама дворцы покупала». Её самая любимая тема – какой у неё трудолюбивый сын. Как он непосильно трудится, прилагая неимоверные усилия в Америке. Какие тяготы там испытывал, чтобы остаться. А вы здесь в масле катаетесь, а деньги просто сыпятся. Теперь коллектив, когда узнал правду и картина стала очевидна, на совещании Малышевой предъявили ультиматум, что если зарплата не будет поднята, коллектив увольняется. Малышева почернела от злости, когда это услышала. Она завыла старую песню, что денег нет, студия еле-еле сводит концы с концами, тогда ей предъявили расследование. Она закричала ещё больше. «Не берите дурной пример с Навального, не считайте чужие деньги. Я тружусь по 15 часов в день, здесь всё на мне держится. Навальный врет, я его засужу». На что ей ответили «Если денег не будет, мы уходим. Работа будет идти только по старым программам. Новые выпуски снимать не будем». Малышева вылетела из студии в бешенстве. Вообще, она умело прикидывается на экране доброй и очень душевной тётей. На самом деле, в жизни она вредная и очень неприятная в общении. Она ласковая только с теми, кто ей нужен. Например, Эрнст Собянин, другие ведущие. К коллективу у неё отношения пренебрежительные.